В жизни людей есть много вопросов, ответы на которые найти непросто. Порой не хватает помощи опытного человека, способного подсказать правильные решения. Кемерово помочь в этом может лектории «Православие и современность», которая проходит в областной научной библиотеке каждое воскресенье. Цель лектория – рассказать людям о православии, о том, как православные могут относиться к разным сторонам действительности, рассказать о истории православия, о его различных аспектах, о богослужениях и о разных таких спорных моментах. В качестве лекторов выступает преподаватель университетов, выпускники семинариев духовенства. Освещаются такие вопросы, как языческие и библейские образы женщины, роль Русской Православной Церкви в Великой Отечественной войне, суеверие и предрассудки православных. Последние лекции выпускник Новокузнецкой духовной семинарии Александр Иванович Пышинский раскрыл тему происхождения жизни. Современные данные развитых наук говорят, что не было эволюции. Действительно, эволюция присутствует, но внутри видовая. И получается, что вся их теория, она основана на вере, в то, что эволюция есть. Потому что реально фактов, подтверждающих это, нет. И сейчас вот эта теория эволюции, все движется к тому, что рано или поздно люди признают ее несостоятельность. Меня удивило то, что лектор был очень эрудированным человеком, несмотря на его возраст. У него очень хороший язык, несмотря на то, что он такой молодой. Сейчас это большая редкость. Главное то, что доносит нам Библия, это то, что... А Библия – это откровение Божие. Главное – в спасении. И вот если мы посмотрим сюда, то посмотрите, первая глава, всего лишь одна страничка. Всей вот этой толстенной книги посвящена сотворению Вселенной, Земли и Человека. На каждой лекции руководитель курсов Мария Абрамова рассказывает слушателям о православных праздниках и святых, память которых почитается на каждой из недель. На православной лектории хожу пятый год. И все время, в каждой лекции для себя что-то новое открываю. Читаю жития святых отцов. И в этом я для себя очень много открываю. Хотя, казалось бы, я вот другую книгу читала. Я уже вроде бы все знаю. И с каждым разом для себя очень много открываю нового. И это, конечно, как-то жизнь на какой-то новый высокий уровень ставит. Я хочу сказать, что для людей, которые приходят сюда слушать лекции разных, там, связи духовенства, других людей, они получают незаменимый опыт, потому что каждый человек, он, это свой своеобразный тип религиозности. Это свой тип веры. Поэтому, знакомясь с разными верующими людьми, вот люди получают такой интересный опыт. Потому что у каждого вера своя. Кто-то более рационален в своей вере, прагматичен. Кто-то более чувственный, да, и более выразительно к своей вере относится. В этом смысле для людей такой незаменимый опыт. Я бы хотел пожелать людям, которые сюда приходят, чтобы они здесь узнавали Христа и затем пытались жить с Ним в своей жизни, и постоянно находясь в молитвенном общении, в таком духовном единении со Христом. Потому что такая жизнь — это счастье, это радость.